Настроены оптимистично, судя по его рейтинге. Уважаемые коллеги, на ваши вопросы готов ответить капитан команды Салатюлая Виталий Прошкин. Ну, пожалуйста, наверное, сразу к вопросам перейдем. Кого, какие вопросы? Виталий, ну как там было в Казани? Тяжело было. Сами видели, что в первой игре мы отыгрывались. Потому что во второй игре долгий счет был один-нолго, и только в конце вот этой вороты, поэтому было тяжело. И, конечно, две победы очень важны еще и на выезде. Положав руку на сердце, вообще ожидали две-то, хотя бы одной? Нет, я уже говорил, что мы выходили на каждую игру и не думали, там, один-один счет. Нам было, например, приехать, обязательно первую игру выиграть, а вторую проиграть, что счет один-один нет. Мы выходили на каждую игру и старались каждую игру выйти и выиграть. Поэтому, наверное, и получился такой счет. Ну, Виталий, наверное, вопрос, который сейчас больше всего болельщиков волнует. 0-2 в серии Салавак не расхолодит? Ну, я надеюсь, нет, потому что все-таки очень много историй есть, что проиграли два, взять тот же трактор с Борисом, он был в два-нарщиках, и все поменялось в обратную сторону. Поэтому сейчас еще стадия плохая, не та, и команда очень хорошая. Мы знаем, сколько вы боец Акбарс, поэтому, я думаю, мы не должны расслабиться, уйти. То, что мы сейчас их все обыграем, поэтому мы настроены до конца идти. А у вас есть объяснение вообще, что произошло? Акбарс отдыхал вроде как. Вы тут только-только прошли следующий раунд, по идее усталость должна какая-то наступить. Ну, я думаю, сейчас конец сезона, усталость у всех, и на фоне плов, и я думаю, никакие команды там что-то говорят, что ты устал, просто все выходят, бьются, от начала до конца, если ты хочешь пройти дальше круг, обыграть сильную команду, ты устал, не устал, ты в любом состоянии должен биться. Мы вышли и доказали, что мы хоть и сыграли все матчи, и у нас есть силы, и мы готовы играть. А успели хоть изучить Акбарс? Потому что всем пауза маленькая была. За шесть лет, которые я в Уфе, мы уже пять раз в Лофе играли, и в этом сезоне четыре игры, поэтому мы друг друга уже изучили, и я даже не знаю, что там. Ну, какие-то мелочи все равно ведь есть, на которые стоят? Ну, мы уже друг друга, всех игроков знаем, очень долго друг против друга играем, поэтому что-то такое новенькое, наверное, все изучаем нам, видео показывают перед игрой там и большинство, как они играют. Таких секретов нет пока. Ну, при Белове Акбарс сильно изменился, как команда? Ну, все равно что-то изменилось, но это надо внутри команды находиться. Ну, в любом случае, это та команда, которая была при Галядину, поэтому она от обороны правильно выиграет, меньше ошибок, и нападение ярко. Поэтому сильно, конечно, не изменилось, но в любом случае, что-то своих делов, наверное, принес. Сейчас домашние игры предстоят, трибуны будут давить на команду? Ну, я думаю, трибуны, наверное, наоборот будут поддерживать нас и гнать в атаку, но я скажу, что это, конечно, тоже так нельзя, если шашка на голову и в атак идти. Надо все-таки ту же игру играть и правильно в обороне, не пропускать контратаки и, конечно, напрягать обороны от Барси. В первую очередь, считаете, за счет чего Солан? Две победы там выдержали? Ну, во-первых, в первой игре мы ни разу не удалились и реализовали большинство. Это очень важный момент. И во второй игре уже у нас было больше удалений, и правильно то, что хорошо, что мы выстояли, не пропустили. Это очень важный момент в большинстве. Вы, как капитан, что-то для своей команды припасли для уфимских матчей? Ну, слова какие-то или что-то. Ну, сейчас мы отдыхаем, поэтому сегодня у нас такой разгрузочный день, и я думаю, завтра уже пойдут разговоры, что в любом случае расслабляться нельзя, потому что, еще раз повторюсь, Казань очень копковый боец, и всегда играть в плей-оффе, и занимать высокие места, и поэтому расслабляться никак нельзя. Но, судя по сегодняшему разговору, ребята все это понимают, и хотят дальше, если не закончить здесь, но в любом случае, в любом случае, на победу тут обязательно. За другой серией на востоке следите? Не, за другими сериями не слежу, потому что полностью за нашей игрой, поэтому не важно, на кого ты уходишь, слабой команд не бывает, и надо сначала пройти свою серию, чтобы смотреть кто-то... Ну, счет-то наверняка знаете? Не, ну счет-то, конечно, я знаю, результаты мы все знаем, баннули, и поэтому тоже на выезде. Ну, я говорю, сейчас все может применяться в обратную сторону, поэтому что-то загадывать, и какие-то прогнозы делать очень тяжело. Все, спасибо, коллеги. Спасибо.